Два года назад выходит такой прекрасный персонаж как Луи. Я тогда состоял в команде и придумал лучшую инициацию, которую я только видел в игре. До поры до времени она работала даже против сильных стаков на то время. Однако команде был необходим мейн танка, и эта роль досталась мне. Луи ушла на второй план. С тех пор я периодически вспоминаю этого персонажа и пикаю его в рейтинге, вынося всё, что движется. Луишка с тех времён абсолютно никак не изменилась. Она всегда была очень сильным, но не метовым магом, который обладает огромным массовым уроном и интереснейшей ультой. К сожалению, главный плюс и минус этого навыка в том, что применить её в соло рейтинге невозможно. Но если скооперироваться с командой, вы сами прекрасно видели, что можно исполнять. Гениальнейшие засады, инициации, отступления. Вот главная особенность ульты Луи, о которой мы сегодня и будем говорить. Но сперва начнём с не менее важного. Её первый и второй навык. Наверняка уже все знают о том, как синергировать её первый и второй скилл. Но если нет, то расскажу. Они должны быть противоположны друг другу по цветам. Допустим, если первый навык светлый, то второй навык должен быть тёмным. И наоборот. Вот вам сразу фишечка. Кидаем светлую форму первого навыка в противника. После чего выкидываем ещё один тёмный заряд первого в любую другую сторону. Но не в противника. Вуаля! Если светлая метка всё ещё отображена на противнике, кидаем тёмный круг и сразу же первый. Таким образом получается тонна урона и два микростана сразу. Небольшой советик поначалу. Когда у нас первый уровень, или второй навык в КД, мы можем кидать различные формы первого в разных врагов. Таким образом, если тёмная и светлая метка будут стоять рядом, они также получат весьма весомый урон. Ну и раз уж мы заговорили про начальную игру, советую на первом уровне оставлять первый навык в тёмной форме. Поскольку как только вы изучите второй, он будет светлым. Эта мысль засейвит вам пару секунд. Вам не придётся откидывать лишнюю форму первого. Когда-нибудь этот совет допригодится. Старайтесь спрейть первый от крипов. Хитбокс без миньонов у первого достаточно узкий и тяжело попасть. Но крипчики помогут нам в этом деле. Точно так же не бойтесь фокусить танка. Распыление может достать до второй линии врага и зацепить его формой. Тем самым даруя возможность забрать тонкую цель. Не забывайте, что ваш круг может просматривать кусты. Вы можете давать информацию союзнику и занимать неожиданную позицию. Желательно, чтобы в ближайшее время не было файта. Иначе без второго навыка вы урежете свой урон в несколько раз. Когда вы микростанете противника с вязкой разных цветов, не забывайте, что противник притягивается к центру круга. А значит можно, так сказать, подтянуть противника к себе. Сборка и эмблемы. Здесь всё предельно просто, так что даже не буду заострять на этом внимании. Берите и пользуйтесь. Теперь наша вишенка на торте. Ультимейт. Как я и говорил на примере с вторым навыком, ультимейт просвечивает кусты. Точно так же можно дать незначительную, но информацию по карте. Если вдруг вы нашли именно тот куст, в котором сидела вся команда противника, здесь происходит очень важный момент, который может заруинить всю катку. Ведь одна часть команды может полететь в вашем телепорте, даже не обратить внимание, что на обратной стороне их ждёт вся команда. Так что идя на такой рисковый шаг, нужно убедиться, что ваш танк, допустим Атлас, держит свою ульту на готове. Вся команда готова к драке и стоит в радиусе телепорта. Либо же наоборот принять решение, что драться нерезонно, и выбежать из телепорта с информацией о противнике. Именно в этом моменте так сильно решает, играете ли вы с рандомами или в стаке. Ведь в такой ситуации скоординировать союзников без голосового чата очень тяжело. Если же вы всё-таки нашли свободный куст, то можно спокойно остаться там и ловить рыбку большую, да поменьше. Главное не пересидеть, а то вы в кусте ждёте, а вам базу ломают. Офигеть, но оказывается даже телепортироваться нужно правильно. Давайте я покажу наглядно. Вот мы ставим наш телепорт и стоим ровно по центру. Соответственно мы прилетаем точно так же по центру. Но если мы сместимся, допустим, в край телепорта, то прилетим мы уже не в куст, а рядом с ним. А если нас заметят, ой смехота будет. ГГЛАИ 4 репорта. Также при использовании телепорта можно прилететь на линию, допустим, с танком и помочь нашему сайдеру. Вот ещё один пример. Мы оказались в победном файте и убегают один-два противника. Мы можем пойти нашим телепортом им на перерез. Тут даже не обязательно всей командой, можно и одному. Мы можем представить примерное местоположение противника. И опять же появиться у него прямо перед носом. Благодаря ульте мы можем прилететь на соседнюю линию и защитить её от сплитпушащего противника. И вот ещё одно применение отступления. Смотрите какая была идея. Я подумал, что Джонсон врежется в нас. Именно поэтому поставил телепорт. Неважно в какую, но в союзную часть карты. То есть там, где мы будем в безопасности. Также подобные мувы можно дополнить заморозкой, чтобы во время каста ульты мы могли спокойно улететь, не получая при этом урон. Также очень важный предмет в нашей сборке. Ведь кроме вспышки, эскейпа у нас нет. А садиться на нас при возможности будут часто. Ну и также не забывайте, что вспышка может оказаться лютой инициацией. По поводу контрпиков не советую брать лои против Алдоса или Сунсина. У этих героев есть просвет по всей карте. И если именно в этот момент вы сидели в засаде, то наоборот, вам будет тяжело отыграть от вражеской занятой территории. Ведь отступать будет некуда. Также Эсма будет очень противной. Думаю, сами знаете почему. На этом моё видео окончено. Не забывайте поддерживать канал активностью. Обязательно пишите комментарии и переходите в тележку. Там и повещалка обо всём происходящем с каналом. Ну а всем спасибо за просмотр. С вами был Сфагнум. Всем удачи и пока-пока.